Здравствуйте! Это новости высоких технологий в студии Елена Иванова. В США начались испытания новой системы, которая позволит пациентам с травмами спинного мозга с большой точностью управлять инвалидной коляской или персональным компьютером. Нейротехнологии, конечно, гораздо более удобны, однако они пока слишком сложны, ненадежны и дороги. Вместо нейроконтроллеров здесь имеются две пары сенсоров, определяющих положение маленького 5-мм магнита, закрепляемого на кончике языка при помощи медицинского клея. Сенсоры же считывают колебания магнитного поля и передают эти сигналы на компьютер, который впоследствии интерпретирует их как команды. Эти команды могут управлять инвалидной коляской, компьютером или, например, телевизором. Во избежание случайных срабатываний обрабатывается в первую очередь движение языка в горизонтальной плоскости, поскольку в вертикальной плоскости язык обычно движется, когда человек говорит или ест. После того, как система пройдет испытания и будет признана эффективной, медицинский клей, удерживающий магнит на кончике языка, может быть по желанию заменен на пирсинг для более долгосрочного использования. Кроме того, одной из задач разработчиков теперь станет и миниатюризация системы. Я уже неоднократно рассказывала о технологиях, позволяющих изготавливать сенсорные дисплеи с тактильной обратной связью. Однако не менее интересной является идея создания тактильной обратной связи без сенсорного дисплея. Именно этому посвящен проект HVR Edition, благодаря которому пользователь сможет пощупать любой виртуальный объект. Для этого необходимо не только создать модель объекта, задать его форму, наложить соответствующую текстуру, но также задать дополнительные параметры, в том числе и уровень жесткости. А ощутить все это можно посредством уникальной установки, подключаемой к системе моделирования. Использовать такую разработку можно будет в самых различных целях. И в промышленности, при проектировании тех или иных продуктов, и в медицине в качестве компьютерного тренажера для будущих хирургов. О других новинках далее. Oregon Scientific представила специальные наручные часы для плавания, не имеющие аналогов на российском рынке. Эта модель позволяет получать все необходимые при занятиях плаванием параметры, такие как подсчет количества проделанных грибков и пройденных кругов, длину преодоленного расстояния и истращенных на это калорий. Для получения всех этих показателей требуется лишь ввести все необходимые данные при настройке часов. Модель поддерживает подсчет параметров всех основных стилей плавания – кролем, брасом, баттерфляем и на спине. В памяти устройства сохраняются данные о семи последних тренировочных сессиях. Водостойкость устройства обеспечивается до 50 метров. В августе японцы собираются выпустить обновленную версию своеобразного переводчика собачьего и кошачьего языков на человеческий «Bowlingual». В использовании гаджеты крайне просты. Наденьте ошейник с сенсором на своего питомца и возьмите беспроводной модуль переводчика. Вот и все. Теперь все звуки собачьего языка будут автоматически переводиться в человеческую речь. К сожалению, на данный момент готов только японский вариант гаджета. Так что узнать, что вам говорит верный пес, будет возможно лишь признание японского языка. Но производитель уже заявил о намерении создать англоязычную версию для распространения по всему миру. Мозг человека обрабатывает визуальную информацию даже в сложных условиях. Для машин же многое до сих пор остается недоступным. Решив преодолеть эту проблему, команда европейских ученых разработала робота, передвигающегося на колесах и оснащенного парой камер, которые позволяют ему видеть подобно живому человеку. Например, он может оценивать скорость своего движения, опираясь на изменяющуюся картинку окружающей обстановки. Помимо оценки движения, робот способен распознавать объекты и даже принимать решения по алгоритмам, напоминающим человеческие. Все это позволяет машине осуществлять самостоятельную автономную навигацию, оптимальным образом добираясь до выбранной точки назначения и обходя возникающие по пути препятствия. Для разработки алгоритмов ученые подробнейшим образом исследовали механизмы деятельности человеческого мозга и даже проводили функциональную МРТ. Это были новости высоких технологий. Я желаю вам удачи в делах и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин